Доброе утро, дамы и господа. Я надеюсь, что ваш второй или уже может быть третий для кого-то день на Бали проходит успешно. Пожалуйста, останьтесь с нами на уикенд с тем, чтобы посмотреть красоты Бали. Итак, мы продолжаем нашу встречу и сегодня утром мы будем говорить о фокусной сессии, которая будет обсуждать принципы управления интернетом. Тема сегодняшней дискуссии заключается идеей IGF, форума по управлению интернетом. Действительно, у нас был прогресс в течение обсуждения этого важного топика, важной темы. Наши эксперты, члены панели помогут нам помочь понять, какой прогресс был осуществлен с того момента, как мы в прошлый раз обсуждали этот принцип управления интернетом. Запущены целый ряд проектов и эти проекты осуществляются в течение нескольких лет как правительственными, так и неправительственными организациями. У нас будут обсуждения сферы консенсуса, а также разницы в понимании этих различных принципов. Мы также в нашей дискуссии надеемся в конечном счете достигнуть некой основы обсуждения и обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами, основываясь на этих инициативах и проектах. Наши эксперты, я надеюсь, сумеют внести значительный вклад с точки зрения своих идей и советов. Итак, я хотел бы представить наших модераторов и после этого дам им слово. Итак, наши два модератора. Уольгвен Кленсвотчер, справа от меня, с университета Аренса и госпожа Лесмануэр. Я надеюсь, правильно произнес ваше имя, которое является председателем форума по интернет-управлению с Кенни. Также у нас имеется удаленный модератор Пол Фахлингерс. Он находится здесь, который будет представлять комментарии и вопросы от наших удаленных участников. А Фридерия, вот вы видите ее здесь, это наш докладчик, который представит суммирование наших дискуссий. Итак, Уолкинг, я предоставляю вам микрофон. Спасибо, господин председатель. Доброе утро и добро пожаловать. Я думаю, что данная сессия является результатом дебатов, которые проходили в течение многих лет. Если я помню правильно, уже первый форум IGF в 2006 году уже был нацелен на управление интернетом и принципами. В течение нескольких лет мы видим, что больше и больше организаций, сетей, институтов решили создавать принципы по управлению интернетом. И когда мы сделали за последним GF-форумом в Баку обзор этого процесса, мы видели 25 или даже больше документов, деклараций, резолюций, заявлений, которые определяют принципы управления интернетом. И это, с одной стороны, прекрасно, потому что у нас имеются ссылочные документы, пособия, которые помогают нам понимать лучше те рамки, в которых мы работаем по разработке таких принципов. С другой стороны, это весьма запутывает нас, потому что это в конечном счете у нас будет так много принципов, которые кто-то находит для себя удобными, и другие нет. И ситуация получается такая, что у нас один мир, один интернет, а дискуссия, которая проходила, например, в Баку, фокусируется на том, действительно ли у нас должны быть одни принципы управления интернетом. И если мы посмотрим на 25 и больше проектов, мы видим очень прекрасные отдельные декларации, и в качестве вот одной декларации, которая имеет очень часто результатом консультациями с различными организациями, но процесс одобрения этой декларации, он всегда проходит в определенном процессе. Вот, например, Совет Европы, там 48 членов, это всего-навсего 48 государств, в то время как у нас 120, 190 членов государства, организации ООН. Так что вы видите, что вот эти встречи, они в конечном счете показывают разнообразие мнений, ну и задача стоит в том, чтобы глобализировать эти принципы. И означает это, что мы должны идти за пределы 25 этих плюс проектов и посмотреть, насколько мы можем отразить основные принципы. Потому что если мы посмотрим на эти проекты, мы увидим, что 80% в общем-то совпадает по существу этих принципов. Другие имеют разозличие ООСР, например, бизнес принципы скорее во главе угла, а в то время как Совет Европы скорее делает акцент на правах человека. Так что в подготовке этой встречи в Бали у нас имеется специальная группа, которая готовила вот эти наши обсуждения заранее, материалы для этого круглого стола. Сколько у нас должно быть принципов 8, например, правительственных групп, 4 от НПО, 7, чтобы они могли представить свои документы, идеи, стоящие за этими принципами. А после этого обсудить, куда мы, собственно, должны далее направить свои шаги. Потому что господин председатель сказал, что это сессия, которая направлена вперед, и, соответственно, эти принципы могут быть глобализированы. Это новая совершенно территория, и IGF не предоставил какого-либо принципа, как выбирать эти все методы управления. Но у нас, тем не менее, имеются определенные роды механизмы и принципы. Но это пока еще не конец этой истории, так сказать, потому что нам нужно создавать больше принципов и больше методологий по выбору этих самых принципов управления интернетом. Задача заключается в том, насколько мы можем начать этот проект, насколько мы можем вступить в этот диалог с тем, чтобы не только гармонизировать эти принципы, но, скорее, глобализировать и создать все некий очень объективный, очень общий набор таких принципов верховного уровня. Мы обсуждали этот вопрос в Париже в рамках всеобщей декларации прав человека, и я читал предысторию этой декларации. Очень интересно помнить, что обсуждения прав человека проходили в течение многих-многих лет, и только после Второй мировой войны, после того, как были огромные нарушения этих прав, Сообщество мировое решило, чтобы продействовать и очень много прав, очень много государств хотели создать такой договор обязательно юридический по правам человека. И Рузвельт, который работал в Генассамблее ООН, сказал, что если мы начнем сразу обсуждать эти принципы, это 20 лет понадобится, если не больше, и, соответственно, нужно согласовать то, на чем мы можем уже сейчас согласовать. Например, отсутствие пыток, свобода перемещения, свобода выражения, свобода на образование, и в результате в течение нескольких лет они смогли создать общий необязательный документ по правам человека, и далее уже 20 лет необходимо было, чтобы создать юридически обязательный договор. Так что, это очень интересная модель, если мы посмотрим на всеобщую декларацию управления интернетом, которая должна основываться на правах человека, конечно же, и мы, в свою очередь, должны посмотреть, как пройти этот путь так же. Сначала общие принципы открытости интернета, его свобода, безопасность, открытости к разным организациям, и, таким образом, у нас будет вот такое вот методологическое обоснование нашей работы. У нас есть представители правительственных и неправительственных организаций, вот я до сих пор жду, когда к нам присоединится друг из Бразилии, и большинство, тем не менее, экспертов находятся здесь уже, за круглым столом, и я хотел бы сейчас передать слово со-модератору Алис, и она очень будет много говорить о различных проектах и спонсорах. Но пока я хотел бы, чтобы вы рассказали коротко о основных принципах и предоснове, так сказать, этого процесса. Спасибо, Волган. Мне очень приятно быть здесь, и дискуссия по управлению интернетом и принципами этого процесса очень важный. И я из африканского региона, я не думаю, что мы там начали обсуждать это в деталях, и даже попытались на самом деле применять это к нашей ситуации в стране. И для меня то, что мы хотели бы понять, это прежде всего понять, что это за принципы, для того, чтобы получить лучшее понимание этих принципов, и каким образом мы их можем глобализировать, потому что здесь на самом деле принцип актуальности очень важен, особенно для тех, которые только пытаются дать интернет тем, у которых его пока нет. Так что мне очень приятно представить наших экспертов. И я думаю, теперь мы можем начать с представителей ЕЭК, Европейской экономической комиссии ООН. И, пожалуйста, я представляю вам слово. Да, извините, это ОСР. Да, пожалуйста, представьте ОСР. Практически у нас большинство европейских государств здесь присутствуют, и они единственные. Большое спасибо, Алиса. Итак, у нас имеется Совет Европы, который в декабре 2011 года одобрил в декабре 2011 года принципы создания политики в сфере интернета, и задача этих принципов, я могу сказать, трехсторонние. Прежде всего, это отражение 30 лет политики ОСР в ИКТ и в интернете. Во-вторых, это представляет собой консенсус среди правительства, бизнеса и гражданского общества. Это та рамка, в которой мы видим определение интернета как вспомогательного средства для роста экономики и социального развития. Итак, здесь очень важно создать инновационный, креативный экономический потенциал интернета, точно так же, как и открытый интернет. И по мере того, как инновации будут расти, без необходимости каких-то международных договоров, наш консенсус отражает тот факт, что в условии различных участников мы можем создать масштабирование, необходимое для того, чтобы решать вызовы, связанные с политикой интернета. Мы видим, что только вместе в открытом сообществе мы можем в конечном счете получить все преимущества от интернета. Что касается источника роста, потому что интернет это источник роста, и он был и проявил себя как устойчивым элементом именно во время кризиса экономического. И ОСР предоставляет своим членам и членам неорганизации опыт в экономике и подход, основанный на фактах, основывающихся по развитию интернета и его помощи для экономического развития. У нас 14 принципов, но три из них являются ключевыми. И эти принципы – открытость, гибкость и подход, основанный на участии различных организаций. И я хотел бы отметить, что Совет признает два важных момента. Прежде всего, это сила и динамика интернета, которая зависит от скорости сетей, а зависит это от открытости и уверенности пользования. И во-вторых, заключается в том, наша рекомендация, что интернет позволяет давать голос демократическим устремлениям и любыми политиками, связанными с этим, и, соответственно, нужно открывать возможность через интернет верхенство закона уважения прав человека, а также способствовать процессу демократизации. Спасибо. А теперь Игорь, Советник Министра по технологиям и коммуникациям. Пожалуйста, Игорь. Спасибо. Спасибо. Спасибо за то, что Вы пригласили меня сюда. Итак, поскольку мы говорим о принципах управления интернетом, я хотел бы сказать, что Россия, российское правительство поддерживает общие принципы управления интернетом, которые были созданы ОСР, Советом Европы и другими соответствующими форумами. Что касается нашего вклада в различные форумы и организации такого плана, это заключается, прежде всего, в том, что управление интернетом выразилось в определении модели с многосторонними участниками. То есть принцип многосторонности был подчеркнут, и этот принцип должен в дальнейшем развиваться. Роль и ответственность всех сторон основных заинтересованных личей организации должно далее быть проработано в деталях. И также, прежде всего, здесь очень важно посмотреть на роль правительства. Да, я хотел бы, чтобы Вам предоставили микрофон более удобный. Да, и вот правительство, поскольку они играют общую роль в определении ключевых сфер экономики, вопросов безопасности, вопросов стабильности, вопросов создания критически важных элементов инфраструктуры, предотвращения незаконных действий в интернете. Это означает, прежде всего, безопасность интернета, конечно же, и защиту данных. Я думаю, что все это должно быть основой деятельности национальных правительств, международных и неправительственных организаций. Я думаю, что эти вопросы не могут быть исключительной юрисдикцией частного сектора или гражданского сектора. С одной стороны, здесь также не должны быть коммерческих целей или какой-то акцент на неправительственных целях. Здесь нужно, конечно, защищать общественные блага. А с другой стороны, мы видим необходимость работы дальнейшей. И задача управления интернетом заключается в том, чтобы создать правильные принципы, которые будут обеспечить стабильность и интероперабильность, то есть взаимозаменяемость. Однако, у нас нет пока что специфичности, точности определения этих принципов. И, соответственно, нужно посмотреть на вот эти разницы в интерпретации этих принципов, которые пока что не дают нам возможности достичь необходимых задач. Я думаю, что управление интернетом это сложная система, и мы можем ее рассматривать как некий технический проект. Соответственно, нужен проект, совершенно четкий проект. И я полностью поддерживаю идею создания рамок неких, но в то же самое время мы должны также фокусироваться на таких сферах, как киберпреступность, профилактика и защита личных данных частного сектора. Вот все, что я хотел сказать. Благодарю вас. Ну что ж, спасибо большое, говорит председатель. А теперь я хотел бы пригласить Лихий Батт из Совета Европы. Добрый день. Я работаю в Совете Европы, и это межправительственная организация в Страсбурге. Мы работаем по демократии, верхнейшей законы и правом человека. 47 у нас членов, включая Российскую Федерацию, Великобритания, Турция, многие-многие другие страны также. И поскольку Совет работает по этому вопросу уже много лет, я думаю, что здесь нужно максимизировать право человека и ограничить максимальное ограничение. Всем, чтобы в конечном счете сделать целый ряд нормативных документов, основывающихся на этих принципах в 2010-2011 году. В Страсбурге мы обсуждаем эти документы, и мы их приняли. То есть там речь идет о группах независимых экспертов, включая Волганга и многих других, которые обсуждали вот такие основные принципы. в 2011-м году 47 государств приняли набор таких принципов по управлению интернетом. Десять принципов я хотел бы очень коротко о них сказать. Что я хочу сказать, почему они важны, потому что они помогают государственным членам в нашей работе для того, чтобы в конечном счете определить, что такое свобода интернета, трафик интернета и все возникающие новые вопросы, которые мы сейчас обсуждаем здесь в IGF. В конечном счете это помогает нам контекстуализировать это. Таким образом, если вы хотите представить дискуссии по интернету в Совете Европы, можно сказать, что у нас имеется стратегия, которая была принята странами-членами в 2011-м году, до 2015-го года, это, так сказать, рамки этой дискуссии, которые в конечном счете требуют конституализации, основываясь на принципах демократии, верховенства законов и прав человека. Первое принципы это демократии прав и верховенства законов, которые должны обязательно поддерживаться. Далее разносторонность сторон для всех и равны участия. Третье, государство не должно каким-то образом угрожать интернету, замедливать его работу. Далее независимость всех пользователей, что мы будем обсуждать на этой неделе, также всеобщий доступ и неограниченный трафик, это очень важно. Шестой принцип безопасности, стабильности, защиты данных, что является очень важным элементом. Седьмое, это децентрализация, управление интернетом каждодневного характера, что включает в себя подотчетность и транспарентность, что является очень популярным словом. Восьмое, это открытые стандарты. Девять открытые сети, которые позволяют делать выбор по контексту и услугам. И десятое, это культура, многокультурность и мантилингвистическое разнообразие. Соответственно, вот что касается основных этих принципов, я думаю, что в течение многих других дискуссий в Совете Европы и здесь эти принципы будут в дальнейшем развиваться. Я думаю, что вот эти принципы, они уже являются основой нашей работы платформы этой, мы можем двигаться далее. И тех, также нужно учитывать наш собственный мандат, в рамках которой Совет Европы разрабатывает собственные стратегии. Спасибо. Спасибо, Лин. К сожалению, господин Фонсека, Бенедикто из Бразилии не присутствует на этом круглом столе. Вы знаете, наверное, что Бразилия также начали создавать собственные принципы. Десять принципов, которые были созданы в DCGIBI, которые в настоящее время трансформируются в специальное направление бразильского права по демократии и правам человека. И, соответственно, речь идет о национальной инициативе этих принципов, которые также приобретают и международное значение в рамках вот этого следующего года форума в Бразилии по интернету. Так что, соответственно, если кто-то хочет от имени Бразилии сказать, здесь несколько слов мы приветствуем этого. Но также Дэвид, который был из Министерства иностранных дел Великобритании, находится сейчас в Сеуле. В Сеуле проходит интернет-конференция, где создаются эти принципы. Там два года назад был вовлечен Дэвид Хейк, в этот министр иностранных дел Великобритании, в этот процесс. Но вот сейчас, может быть, вы нам скажете несколько слов по этому Лондон-процессу? Пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Дэн Вайлс, представитель Министерства иностранных дел Великобритании, и отдел по киберработе. К сожалению, человек, который должен был выступить вместо меня от Министерства, находится сейчас в Сеуле. И, соответственно, здесь мы должны подумать о том, каким образом создавать вот эти основные принципы интернета и в рамках нашего проекта в Сеуле. Как уже говорил министр иностранных дел в Сеуле, здесь очень важно посмотреть и на принципы, которые будут касаться, прежде всего, поведения в киберпространстве. Однако мы до сих пор все еще не достигли соглашения, как в отношении международных правил и создать какие-то определенные стандарты, которые смогли бы стандарты поведения. Но сегодня мы видим, что председатель Сеульской конференции, он добавил к этому, что существует разночение в отношении того, какой мы сделаем упор, в отношении того, чтобы можно было учесть какие-то национальные интересы, и чтобы они были ученицы нашей политики, наших процессов. Он говорил также о том, чтобы можно было создать какой-то документ, который был бы, рамки, которые были выданы в отношении безопасности киберпространства. И этот документ в Сеуле, который вместе собрал, дал подборку главных принципов, которые мы уже сегодня говорили утром, от ОСАР, от Совета Европы и так далее, все это было как бы собрано в одном документе. И мы, по-моему, видим сейчас, что Сеульская конференция и предыдущие конференции также по киберпространству, они были вкладом в то, что Болькан назвал глобализацией этих принципов, потому что когда эти принципы были приняты на различных международных формах, то члены, конечно, этих международных обществ могут, не сказать, отличаться друг от друга, потому что есть существующие страны, которые были в Сеуле, и когда была создана вот эта рамочная структура в Сеуле, она пыталась учесть это разночтение, разнообразие мнений. Мы должны сказать, что мы, как Соединенное Королевство, на Сеульской конференции представили документ, в котором мы пытались свести вместе те шаги, которые международное сообщество будет в последующее место предпринимет в различных сферах киберпространства по безопасности, по социальному развитию и так далее. Поэтому мы говорим сейчас об работе АЧФ и работе этой группы, с тем, чтобы нужно было как-то опять-таки свести вместе эти принципы, которые покажут, насколько Соединенные Королевства так высоко ценят работу, которая была уже проведена, и там тоже есть речь об политике, содружества в отношении киберпространства, которое священник образовывал в обуче в этом месяце. И поэтому Совет также по правам человека, который должен еще больше быть вовлечен в эту работу и включить эти принципы человеческих прав человека в международные принципы. Спасибо. Мы теперь заслушали от четырех правительственных институций и сетей, в отношении того, что делает правительство. Но нам хотелось бы узнать уже о том, что делают неправительственные агентства и организации, которые являются важным членом этого многостороннего партнерства. Поэтому динамическая коалиция сейчас тоже принимает участие в создании этих принципов. Создан был документ, проведен работа была по этому документу, и он сейчас готов. И сейчас из Финляндии Кабаин расскажет сейчас нам о том, что из себя представляет этот документ. Спасибо, господин представитель. Я из Организации по электронной границе. Я представляю динамическую коалицию. И хочу поговорить о нашем документе, который называется «Хартие. Прав человека и принципы по интернету». Сейчас хочу рассказать анекдот, который бы давал представление об этой теме. И у нас корректировала конференция в 2005 году, где речь шла о киберпространстве. В конце этого совещания было решено опубликовать совместное заявление, потому что это касалось фактически 19-й статьи Всеобщей декларации по правам человека. Но это касается и киберпространства тоже. Но это было отвергно, потому что представители правительств, которые находились там, было, они скажут, что слишком радикально для того, чтобы взять и одобрить вот такого рода связь. И, учитывая вот этот контекст в АИЧФ, несколько людей решили заняться этой проблемой. И решили, что именно АИЧФ является форумом, на котором можно продвигать права человека в киберпространстве, поскольку управление интернетом должно базироваться на правах человека. После того, как я поговорил с представителями нескольких коалиций, это привело к тому, что наша коалиция по правам и принципам интернета это одна из немногих динамических коалиций, которая по-прежнему работает напряженно и что-то выдала, какие-то документы и так далее. Поэтому мы решили создать такой документ по поддержанию прав человека на интернете. И после нескольких лет мы смогли создать, для того, чтобы можно было использовать хартию прав человека в отношении интернета, нужно было создать какую-то рамочную структуру. Как какую-то общую точку отталкивания между различными заинтересованными сторонами был создан авторитетный документ, в котором речь шла о нормативах, которые были основаны на правах человека для интернета. И создание, вырабатка политики, выработка адвокатских каких-то инструментов для правительства и так далее, для бизнеса, гражданского общества. Фактически мы уже достигли кое-каких из этих целей, как об этом уже говорилось в нескольких других документах, включая, имеется примерно 25 подобных же деклараций принципов, сделанных другими организациями. Там 21 статья, они будут, естественно, зачитывать в нашей хартии, вы можете их найти онлайн. Но мы нашли какие-то 10 общих принципов, которые фактически нам дают общее представление. Первое, это принцип универсальность, доступность, нейтралитет, свобода выражения, жизнь, свобода и безопасность, сохранность личной информации, разнообразие, стандарты и регламенты и управление. Это, конечно, этот документ будет претерывать определенные изменения, но этот документ уже является полезным и может быть использован. Спасибо. Спасибо, Топани. Это было из Денамисской коалиции в отношении интернетных прав, и где гражданское общество играет определенную роль. Но это не единственный партнер в гражданском обществе, но Ассоциация по прогрессивной коммуникации, это тоже Организация гражданского общества, они уже приняли несколько принципов примерно 5 лет тому назад. Можете вы нам дать сейчас представить о том, где вы сейчас находитесь в отношении этого документа. Во-первых, первая харти APC по правам в интернете была опубликована в 2005, в первом году, а потом в 2006 году мы ее обновили для первого IGF. Там есть доступ к интернету, свободы выражения, создание организации, доступ к знаниям, шифрованию, управлению интернетом и осуществлению прав. Мы фактически не обновляли это, но мы работали с другими коалициями, в частности с IRP, для того, чтобы разработать эту хартию. И сейчас мы начинаем опять с этим работать. Поэтому, когда речь идет о каком-то сообществе организации, людей и так далее, это может быть довольно-таки сильным инструментом, с тем, чтобы создать на этой базе свой собственный какие-то принципы. Не означает, что мы эти принципы не могут там накладывать друг на друга или иметь какие-то общие точки соприкосновения. Но мы работаем над этим и продолжаем работать. Мы начали работать над более глубоким анализом определенных каких-то, в частности, свободы создания организации, свободы выражения. И вот работа, которая проводилась сообществом по правам человека, в Совете по правам человека, в Комитете по правам человека и так далее, то там были выданы, сейчас, например, уже имеются некоторые заявления, которые происходят после этого обсуждения, о том, как эти существующие права могут переложены быть на интернет. Мы принимаем участие с другими в отношении принципов, которые касались приложения прав человека к слежке за коммуникацией или наблюдениями за коммуникацией. Поэтому многие из гражданских обществ, которые представлены здесь, они считали, что эти принципы должны быть необходимы, должны быть пропорциональны тому, вызову, который бросается. Поэтому мы смотрим сейчас также на экономические, социальные, культурные права и то о том, как такие вещи, как, например, система ДНС и как права в отношении культурного разнообразия, как они отражаются в этой системе ДНС. Поэтому я думаю, что это действительно очень важные подвижки такие. И когда мы смотрим на IGF, посмотрим на протоколы в интернет, то это является аналитический доклад. Потому что вот эти ценности, которые связаны с открытостью, которые были настолько, были являлись, были кругольным камнем интернета, и техническое сообщество очень ценит их. Но тут нужно создать какое-то сотрудничество также и с сообществом по правам человека. Я хочу добавить здесь, что мы сейчас находимся на той стадии нашей работы, когда мы не обязательно должны бросать какую-то свою собственную работу в отношении принципов по управлению интересов. Но IGF это может быть именно тем формам, где люди могут собраться вместе, согласовать какие-то общие принципы, которые мы все разделяем. И это поможет нашей работе, поможет статусу IGF и его влиянию, и создать какие-то рамки, подсветственностью, которым мы можем собираться вместе, и смотреть, насколько работают эти принципы, и на практике притворяются ли они в жизни, уважают ли их люди. Поэтому достаточно много уже детальной работы было проведено, и как Игорь уже говорил, то специфические детали это очень важны. Потому что много есть ссылок на права человека, все об этом говорят. Но, например, Африканский союз, когда речь идет о конвенции по киберпреступности, и так далее, там упоминаются права человека. Но там речь также идет о том, что какое-то богохульство должно быть криминальным деянием. Поэтому мы не должны притворяться, что если у нас есть какие-то общие какие-то идеи, принципы, которые были согласованы в отношении многостороннего участия, но они не все согласны этим, еще будут дискуссии, будут дебаты какие-то. На следующем этапе развития АЧФ, АЧФ может, возможно, быть именно тем форумом, на котором будет создан какой-то консенсус, когда, может быть, это может способствовать премиям и выработке каких-то общих принципов. Да, вот содействие этим премиям, это реалистичная будет цель, реальная цель будет для нас. И поэтому техническая инфраструктура там и некоторые другие технические организации создают свои группы, тут президент Айсок тоже здесь, и поэтому Лин Сантамор. И хорошо было, чтобы посмотреть на, как к этому относится техническая все. Вульган, спасибо, Лин. Я хотел бы сказать сейчас, я хочу сейчас откликнуться на некоторые замечания, и я считаю, что есть поддержка этим идеям. Принципы, которые были разработаны, они разработаны для того, чтобы можно было бы посмотреть на... Это не широкий принцип каких-то, как бы широких принципов основных, но это будет... Здесь фактически это было результатом дискуссий, которые проводились между IEEE, IETF и ISOC. И это было в отношении там создания нового парадигма для того, как можно создавать новые стандарты. И мы хотели создать какую-то новую модель в дополнение к тем правительственным моделям, которые уже имеются. А специфически мы хотели создать глобальное общество, которое поддерживало именно этот новый парадигм в отношении стандарта, который был бы открытым, который был бы коллективным, чтобы можно было бы улучшить способ взаимодействия между людьми, их использования, их теологиями, которое пошло бы на пользу человечеству. Поэтому есть пять обычных категорий в отношении разработки стандартов. Первое, это вопросы сотрудничества. То есть мы хотим какого-то уважительного сотрудничества на основе взаимного уважения между организациями, которые занимаются выработкой стандартов. Это все, чтобы уважали автономность, авторские права других организаций и так далее. А второй принцип, это принцип приверженности к этому. Я не хочу об этом говорить, но это фактически баланс, прозрачность, открытость и так далее. А третье касается того, как можно развивать потенциал в коллективном плане. Поэтому мы хотим, чтобы была приверженность от со стороны всех организаций, которые придерживаются их принципов, с тем, чтобы они могли найти в них какую-то техническую пользу, какие-то технические ценности, с учетом технических, экспертных данных, которые имеются в определенных организациях, с тем, чтобы создать более прочную, устойчивую систему и создавать то, что можно было бы способствовать созданию глобальных каких-то сообщений. А четвертое было это доступность с тем, чтобы можно было бы просить осуществление этого на практике. А здесь касается есть как раз замнедрение авторских прав и соблюдение авторских прав. А пятое было добровольное принятие их, потому что стандарты принимаются именно на добровольной основе и зависеть будет от принципов, которые определены рынком. Под этими принципами подлежат какие-то определенные ценности. Вы услышите это сейчас от других, которые говорят об свободе выражения, о правах человека. И поэтому, и так, это не была какая-то организация, которая была бы окончательным, бы выносила какое-то решение в отношении принципа. Это был как раз взгляд на новые парадигмы стандартов. Это было полезно, это очень важно учесть воздействие частного сектора. Это очень важно заинтересована сторона, потому что они создали глобальную инициативу, сетевую инициативу. Они тоже выработали. И сейчас вот из Google Германия, Макс Сенгес. Макс, можете вы немножко рассказать нам в отношении того, как к этому относятся частный сектор? С удовольствием. Спасибо, что вы пригласили меня. Доброе утро. Да, вы позволите мне начать с того, что я хочу привести разграничения между различными принципами, о которых мы говорим, которые, я думаю, важны, когда мы говорим об объединении и вырабатывать какие-то общие принципы и темы, потому что большинство из них, естественно, основываются на правах человека, но когда мы сейчас говорим о принципах и управлении интернетом, как тему этого семинара, то это означает, что какие-то политические принципы, на основе которых можно разобрать политику, это речь идет о самом интернете. Поэтому цель этих принципов и инициатива по глобальной сети как раз покрывает это. И, как Польф уже оказал, имеет отношение к выражению, свободе выражения, к неприкосновенности, к хорошей практике в этих районах, тем, что можно было вырубить атмосферу доверия и соответствующий климат для сотрудничества многостороннего партнерства. Поэтому, когда я хочу поговорить о сути и о цели инициативы по глобальной сети, то это нужно было как раз для охраны прав человека, открытости в отношении неприкосновения личной информации. И поэтому то, что касается нашего вклада, внесенной в какие-то новоценческие инициативы, тем, что мы определяем эти принципы и принципы осуществления, поэтому какие-то, когда поступают требования, которые касаются, от правительства, которые касаются, скажем, нарушения каких-то, может быть, неприкосновения частной информации, тогда нужно иметь необходимый процесс для оценки этого, для того, чтобы можно было учесть интересы всех участников и с тем, чтобы на этом основе вырабатывать политику. Поэтому, когда мы говорим о принципах, то, по-моему, вот это вот многостороннее управление, оно очень важно, потому что включить. И, как уже Бог сказал, это не изменяет цели и принципов декларации по правам человека, где речь идет о том же, о том, что права человека и права к неприкосновения личной информации, они должны действительно распространяться и на интернет, но дополняет также о том, что, вносит дополнение в том, что компании, которые имеют онлайн, они должны принимать, учитывать вот эти принципы, с тем, чтобы было соответствующее отношение к этому среди частных организаций. Это помогает многостороннему сотрудничеству и партнерству, что является как раз целью вот этих наших прилагаемых новостей, с тем, чтобы у нас разные действующие лица принимали участие совместно, и потом мы должны учитывать также и подотчетность правительства, и прозрачность. Это будет очень своевременный принцип, для того, чтобы мы могли бы дальше... Макс, спасибо. Сейчас, значит, у нас есть у нас отправительные, неправительные организации, различные перспективы и так далее, поэтому вопрос сейчас на остаток, на основное время сессии, что мы можем делать в отношении этой информации, можем ли мы продолжать, как будто мы живем все в каких-то в отдельных траншеях, или можем создавать какие-то, наводить мосты, с тем, чтобы можно было бы... Поэтому сейчас мы должны из зала сделать замечания в отношении будущего, как это может отразиться в нашей конкретной работе в будущем. Дик! Спасибо, господин председатель. Меня зовут Рене Женао. Я член китайской делегации, и представляю собой министер транспортного дела Китая. Я понимаю, что я буду здесь сейчас говорить по-китайски, потому что это один из шести официальных языков ООН. Господин председатель, Наша делегация заслушала презентации, которые были сделаны утром, заслушала это с большим вниманием. Что касается важного вопроса, именно принципов управления интернетом, это означает, что мы... То, что сейчас, когда наша синаграмма сейчас не идет как следует, поэтому мы, к сожалению... Сейчас у нас маленькая проблема здесь. Сейчас, может быть, мы сможем получить на экране, чтобы английский текст перевода шел, пока у нас все время, мы не можем этого сделать. I apologize for any inconvenience cost to you, but... Это не причина для того, чтобы извиняться здесь, потому что у нас действительно мы живем не только в сторонний мир, но мир, который говорит на разных языках, поэтому мы... Самая большая популяция, народ, который... 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 Примет участие в тесте, это китайское, потому что имеет право говорить на китайском языке, но так как у нас нет возможности понять, вот то, что сейчас говорится, давайте найдем какой-то способ. Спасибо, господин председатель, за то, что вы... Мы заверили меня в отношении моих правов, потому что один из шести официальных языков ООН, поэтому я буду продолжать говорить на китайском языке. Я буду продолжать свое выступление. Мы подошли к очень важной теме, а именно управления интернетом. Это тема. Сейчас все больше расширяется. Это действительно важный вопрос. Что касается принципов управляя интернетом, поэтому мы должны одну вещь пояснить. Когда мы говорим о принципах, каким же являются цели, на которые эти принципы направлены? С понедельником, то есть практически на протяжении всего понедельника, мы принимали участие в совещаниях на высоком уровне, на министерском уровне, и вчера мы заслушали высокопоставленных чиновников, официальных лиц от правительства, от министерства, от гражданского сообщества и от неправительственных организаций. Поэтому есть уже один принцип, который всеми признается, а именно мы должны четко понимать цель. Цель управления направлено на достижение международного мира, мира во всем мире, с тем, чтобы развитие шло устойчивыми темпами, чтобы это помогало взаимопониманию между различными народами и странами, и чтобы это помогало бы нам, помогало бы взаимному полежному сотрудничеству, платформу сотрудничеству между различными народами. Поэтому, когда мы говорим об принципах управления, мы не можем обойти стороной самый важный принцип, который касается очень специфического вопроса, а чем можем вообще пропустить общее направление развития. если мы хотим обсудить специфические какие-то аспекты, мы должны сосредоточить свое внимание на таких вещах, как, например, киберпреступность. Еще один пример это о том, как можно было бы равноправно пользоваться ресурсами интернета, а еще один пример это стабильность и безопасность интернета. как можно помочь широкой общественности верить в то, что интернет является надежным средством сообщения. И, по-моему, это очень важные вопросы, о которых можно еще поговорить. я обратил именно на то, что сегодня утром упоминалось и несколько раз упоминалось то, как интернет может помогать в продвижении прав человека, свободе выражения. Мы полностью согласны с этим, потому что это действительно очень важно. Мы согласны с тем, что всеобщая декорация прав человека, эти универсальные принципы и все это очень важно. Я принимаю участие в некоторых инициативах по правам человека с участием многостороннего партнерства. И я знаю, что в 1948 году, когда впервые была опубликована всеобщая декорация прав человека, а в 1966 году были опубликованы конвенции, которые касались прав человека, они были приняты ООН. Я понимаю, что существует два типа, две категории прав человека, первые гражданские и политические права, а второе это экономические, социальные и культурные права. В 1996 году приняла ООН еще одну важную декларацию, которая касалась права на развитие. в 1993 году в Вене был принят план действий. поэтому то, что я хочу сейчас сказать, это то, что когда мы говорим о правах человека, мы должны пользоваться каким-то сбалансированным подходом, а не говорить только о каком-то определенном аспекте прав человека. Я происхожу из страны, развивающейся со стороны, и люди в развивающихся странах, право на само проживание, на необходимые стандарты жизни и так далее, это является частью права на экономическое развитие, это естественно жизненно важно для нас тоже, и поэтому когда касается интернета и киберпространства, то проблема доступа к нему тоже важная проблема. Я искренне надеюсь, что в ходе нашей дискуссии мы обсудим все аспекты, которые касаются прав человека, на основе этого мы можем тогда сможем подойти к какому-то более сбалансированному набору принципов. Мы с удовольствием обсудим важнейшие принципы интернета. Надеемся, что мы сможем работать вместе со всеми государствами, со всеми сообществами для того, чтобы в конечном счете найти принципы, которые были бы направляющими нашу работу в течение ближайшей перспективы и дальнейшем. Действительно, очень важно посмотреть на вопросы глобализации участия различных сторон в рамках каких-то обязательств и так далее. Но также я вижу из вашего выступления и предыдущих выступлений, что мы вне зависимости от наших различий имеем какую-то группу принципов, которые касаются прав развития экономического и социального аспектов, как вы отметили. Другие это технические функции интернета, экономические компоненты также являются очень важными. То есть появляются некие наборы, некие корзины, если хотите принципов, которые могут помочь нам двигаться дальше, тем, чтобы структурировать нашу работу таким образом, чтобы работать по этим различным наборам принципов. В конечном счете достигнуть консенсуса среди 193 государств, а также гражданского общества и представителей технических организаций. Это огромный вызов, но я думаю, что IGF это одна из единственных платформ в мире, которая предоставляет такую платформу. В этом плане даже Генеральная Ассамблея не имеет такого широкого представителя в то время, как IGF является единственным местом для обсуждения таких принципов с Као Фонзо, представитель Бларазилии, который является представителем управляющего комитета IBCA. Пожалуйста, дайте нам несколько слов относительно статусов этих знаменитых десяти принципов из Бразилии. Карлс, пожалуйста. Доброе утро. Я являюсь представителем CZGI, это гражданское общество, организация. Я один из двух авторов этих принципов, но у меня даже нет их, тем не менее, в памяти сейчас детально. Я помню, что они из себя представляют, но я не могу точно дать вам цитату этих принципов, но я знаю, с тем не менее, все из них в общем. Итак, в чем из себя, что из себя представляет этот процесс, который является очень важным, прежде всего, касается плюралистического участия в этой окружающей среде. Вы знаете, что с 2003 года наша организация имеет свои группы по интересам, то есть частный сектор выбирает своих членов, гражданский сектор своих представителей, техническо-академический сектор также выбирает своих представителей для создания вот этих принципов. И мы начали обсуждать эту идею десяти принципов по двум причинам. Прежде всего, это ориентирование в нашей работе в качестве разработки интернета в нашей стране, то есть здесь речь идет о нескольких сторонах секторах международного и местного для того, чтобы посмотреть предложения с их стороны относительно создания даже проектов законодательных, которые обсуждаются в Конгрессе, некоторые из них просто замечательные, никто раньше не слышал о таком способе законодворчества. И идея заключается в том, чтобы иметь определенного рода брошюру, которая бы давала нам необходимую информацию относительно того, что мы должны иметь в виду относительно правил, регуляторных нормативов, законов, которые будут влиять на саму сеть, на интернет в целом. Так что мы начали это делать с 2007 года, и идея заключалась в том, чтобы в конечном счете эти предложения были бы одобрены консенсусом с всеми секторами, участвующим в этом процессе, потребовало два года сложных переговоров. Эти принципы в конечном счете были сформулированы из 15, в конечном счете мы хотели иметь 7, потом 12, и в конечном счете мы имеем сейчас 10 принципов, которые уже можно найти в различных источниках. И далее мы смогли получить подписи представителей частного сектора особенностей, потому что все делегаты хотели фокусироваться на принципах нейтралитета и соответственно принцип номер шестой так выражается по нейтралитету очень четко. И транснациональные корпорации также имели свой голос, но не хотели, чтобы эти принципы использовались в гражданском рамках для интернета в виде какого-то законопроекта, потому что в конечном счете это будет влиять на их бизнес-модели и они не хотели чтобы какие-то были помехи для них. Таким образом этот список принципов осыщения IBI являлась основой предложений Маркеса Эвилл по правам интернета и соответственно речь идет о создании предложений от гражданского сектора начиная с 2009 года основываясь на 10 принципах о которых я говорил и далее были консультации не только в виде собственно переговоров но и дебатов в рамках инициативы электронной демократии когда каждый хотел выразить свое мнение согласно вот этим принципам гражданского участия в 2011 году получились вот эти принципы и в конечном счете в конце 2012 года мы смогли создать консенсус в обществе это собственно таким образом все и зародилось теперь еще есть один конгресс и конечно же эти конгрессы имеют большое внимание со стороны многих участников в частности гражданского сектора и технических сообществ очень важно посмотреть о потенциале этих принципов как то подотчетность для посредников и уважение личной информации и особенно здесь очень важно посмотреть о тех компаниях которые происходят в крупных изданиях относительно того что касается защиты прав интеллектуальной собственности то есть здесь очень важно посмотреть на правовой процесс посмотреть что из себя представляет на самом деле нарушение интеллектуальной собственности но мы не хотели это включать в рамки гражданского принципа сектора который то есть принцип который выражается гражданским сектором таким образом мы просто хотели в конечном счете писать эти принципы к конгрессу и он должен решить весьма скоро но я боюсь что большие лоббисты могут изменить эти принципы особенно вот эти три момента о которых я говорил ранее так что мы утверждаем что это очень большая победа для Бразилии создать вот такую многостороннюю структуру начиная с 2003 года и мы хотели бы сказать что мы хотели бы чтобы другие страны создали бы такие же структуры по управлению интернета своих странах в конечном счете мы хотели бы продемонстрировать миру вот такую рамку работы по гражданским правам которые в конечном счете являются продуктом консенсуса общества Бразилии естественно что мы должны подождать течение нескольких недель это все будет обсуждаться в конгрессе чтобы было принято в качестве законодательства мы увидим результаты надеюсь положительные спасибо Карлос это действительно очень важный пример того что принцип многосторонности очень сложен и нелегок но если у вас имеется добрая воля выраженная всеми сторонами этого процесса правительство частного сектора гражданского сектора в конечном счете общие интересы обязательно найдутся и будет создана общая система работы независимо от тех принципов которые работают различные группы и в конечном счете также мы сможем согласовать общие принципы таких как некие пособия когда каждый скажет вот здесь мы находим себя дома как дома в рамках вот этих общих принципов это означает что движение в сторону консенсуса не означает что у нас не должно быть конфликтов в мире много конфликтов но очень полезно если у нас будут какие-то рамки ориентация платформа если хотите на основе которой будут отражаться обязательства всех сторон в общем моменте и я думаю что это таким образом сделает нашу работу более сложной но более устойчивой с другой стороны когда многосторонний процесс будет конечно более сложный чем односторонний но качество результаты этого процесса будут более высокого уровня нежели чем процесс основанный на лишь одной заинтересованной стороне у нас осталось 20 минут и мы будем использовать оставшееся время для того чтобы обсудить как двигаться дальше что мы можем сейчас предложить в качестве поиска дня после Бали и далее будет встреча в Бразилии потом может быть встреча будет в Сочи или где-то еще так что пожалуйста у меня 5 заявок сейчас прямо поступили от желающих выступить и так же у нас первый выступающий от наших удаленных участников но вот сейчас я хотел бы дать слово такому выступлению да спасибо Ольганг очень интересное очень интересное выступление различные принципы которые работают я из представителей АКЕН это как вы знаете международная организация по распределению номеров и имен но здесь очень важно посмотреть на то как мы будем работать индивидуально и вместе первый вопрос членам президиума вот статья 19 и 20 всеобщей декларации прав человека насколько они применимы к пространству интернета и если ответ будет такой что здесь нет никаких сомнений в их применимости но какие далее будут действия действительно ли мы должны концентрироваться на дальнейших действиях основывающихся на принципах этой статьи спасибо хороший вопрос интернет сессов куда действительно вначале нужен микрофон может быть тем временем есть какие то еще вопросы от удаленных участников это той из представителей индонезийской общество интернета я несколько новый участник этой конференции АДЖФ но когда я слышал выступление вчера когда мы говорили о принципах интернета и управление интернетом я вижу различного рода принципы но между ними нет большой разницы нет разницы в концепции например концепция ОССР и там подчеркивается доступ к знаниям культуре а также стандарты свободы слова и и другая презентация я думаю с точки зрения моей лично включается в том что нет большой разницы между различными концепциями которые мы слышали до этого момента почему бы нам в целом не повторяться а начать создавать соответствующие общие принципы например когда мы говорим о свободе слова и выражение может быть для европейских стран и для США и для США в частности будет разница в понимании свободы слова в Индии в Индонезии в Китае и США и соответственно да может быть у нас не будет общего понимания если вы можете слишком много детализировать это почему бы не остановиться на какие-то общие моменты спасибо удаленный вопрос удаленный участник из Мексики из Нигерии и очень много вопросов в Твиттере несколько блоков первый вопрос есть ли количество принципов которые уже существуют и особенно для того чтобы правительство приняли все эти различные принципы в общем плане а также интерпретация имплементация то есть внедрение этих принципов каким образом мы можем интерпретировать и применять эти принципы какие механизмы существуют для этого спасибо я хотел бы предоставить эти вопросы для заключительного раунда нашего стола когда все участники будут высказать свое мнение теперь еще вопросы с мест спасибо меня зовут Сабита Свер это представитель женского университета колледжа в Индии мы думаем что очень интересно послушать по разнице между принципами интернета и управления интернетом это очень важное различие которое нужно иметь в виду также очень важные задачи с точки зрения Индии потому что мы знаем что интернет это то что использует правительство в своем интересах тем не менее процессы достаточно медленные и когда мы делаем новые политики новые законы мы должны очень учитывать права человека права маргинализированных сообществ потому что как раз их нужно защищать также вот например два молодые девушки которые прошли через тюремное заключение из-за того что кому-то не понравился статус на их социальной сети и также с точки зрения политики и с точки зрения действующих принципов я хотела бы повторить важность консультации потому что это государственная политика для общественного блага нужно еще раз подчеркнуть это в тех принципах я также хотел бы отметить вопрос где отмечалась общность этих принципов тем чтобы в конечном счете согласовать эти общие принципы даже учитывая различные принципы демократизации экономики тем не менее они могут согласовать эти общие принципы да это как раз тот момент который мы хотим достичь на нашей сессии в течение последующих десяти минут чтобы создать какие-то рекомендации потому что многие хотят создать вот эти принципы на широкой основе а также учитывая ограниченность во времени у нас только время осталось для двух выступлений и после этого мы предоставим нашим экспертам возможность окончательных комментариев спасибо Леана Голостян из Армении Айсоп представитель и я хотел бы также отметить те принципы которые выполняет Армения и касательно своей позиции в Айсиев я хотел бы сказать что в Армении имеется очень много вопросов связанных с развитием телекоммуникационного сектора имеются успешные истории примеры сотрудничества государственного частного сектора в этом плане я также хотел бы сказать что Армения начала процесс создания собственного постоянного представительства национального уровня IGF с участием НПО частного сектора и с минимальным вовлечением правительства мы хотим внедрить это в 2014 году согласно изначальному плану имеется секретариат IGF в рамках Айсок Армения и соответственно вот эти принципы должны следующие предоставлять людям доступ в интернет создать для них хорошие условия для регистрации домейна в м-зоне а также поддержка местного хостинга поддерживать дистрибуция IPv6 и а также права человека в интернете защита частных данных идентификации а также диверсификация маршрутизации трафика безопасности нейтральной сети эти принципы которые мы обсуждаем на этим столом и многие страны поддерживают эти принципы также спасибо 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 но бы повал я представитель свейцарской открытой общества пользователей я думаю что здесь нужно консолидировать эти принципы и самые главные задачи заключаются в том чтобы подчеркивать право на развитие потому что это ключевой момент озабоченности и соответственно мы можем это включить в принцип любую группу но нужно обязательно посмотреть что нам нужно сделать для того чтобы интернет помогал нам достигать этой цели спасибо спасибо устойчивое развитие является одним из моментов нашего форума еще один вопрос и после этого возвращаемся к экспертам представитель нигерии у меня несколько вопросов если государства не будут ратифицировать эти принципы интернета потому что в настоящее время вы заметили что очень много происходит нарушение прав человека многих государств и ООН и второй вопрос что касается платформы которые мы должны пользоваться для того чтобы иметь демократический принцип выбора наших представителей в этот форум большие вопросы и действительно требуется еще одного форума чтобы ответить но один момент совершенно ясен что IGF может быть такой платформой на национальном уровне если вы создадите такие платформы как в Бразилии как сейчас это делается в Армении в Германии мы также начали создавать такую платформу с разносторонним участием всех заинтересованных лиц Марко сказал что это означает создание на национальном уровне если мы не можем сразу перейти на международный это модель с многосторонним участием и соответственно я думаю что это очень хорошая идея создать такую платформу и так то что мы видели это различные принципов инструментов большое их разнообразие и соответственно мы думаем что эти принципы должны быть транслированы в реальные дела и так мы должны в конечном счете посмотреть на основные направления это всеобщность глобализации многосторонности и вопрос к моим экспертам панели какой будет подход со стороны вашей организации как вам кажется является ли это хорошим способом создать некую общность в рамках платформы IGF некую динамичную коалицию для того чтобы глобализировать этот принцип принципы уже озвученные и речь идет о том чтобы работать на этой обществе я вот хотел бы спросить что ОСР думает по этому поводу Анни Каблан пожалуйста спасибо Вольфганг здесь меня зовут Каблан изначально моим именем было неправильно написано но так же я выступаю от имени ОСР вы знаете что когда был прошлый форум АДЖЕФ в Баку мы начали подобную дискуссию уже и секретариат ОСР пытался объединить различные принципы общего характера действительно были очень интересные выступления тогда и я думаю что разница в подходах которые были представлены также нужно это иметь в виду вы уже сами говорили об общих сферах и выступление китайского представителя было очень полезно и для того чтобы в дальнейшем характеризировать какие группы принципов в конечном счете можно рассматривать в этом плане так что да мы хотели бы участвовать в этом плане спасибо пожалуйста Ленин Совет Европы и спасибо Волга да я думаю что у нас имеется своя стратегия которая была одобрена всеми странами участниками для того чтобы создать программу понимания рамки понимания для того чтобы в конечном счете поддерживать всеобщность по поводу выражения а также свободу интернета как такового и защиты прав человека действительно наши государства члены поддерживают этот процесс когда мы применяем вот такие межгосударственные соглашения правительство соответственно также обязуется работать в этом направлении в рамках своих национальных политик также да так что я поддерживаю этот процесс мы уже это делаем в собственной работе и мы уже соответственно вводим эти принципы в другие стандарты и нормативы у нас практически нет времени и пожалуйста вопрос да или нет действительно ли вы будете работать Игорь в этом направлении или нет что правительство Российской Федерации может сделать в плане того чтобы участвовать в этом процессе в рамках многосторонности глобализации принципов интернета и его управления мы полностью поддерживаем идею глобализации этих принципов и я действительно думаю что несколько дней от униса по развитию этих принципов являются очень важными и все усилия должны быть координированы я думаю что IGF действительно является многосторонней организацией которая будет внедрять механизмы позволяющие IGF производить эти принципы также я хотел бы подчеркнуть тот факт что всегда возникает вопрос можем ли мы применять регуляторные принципы по интернет экономике я думаю что ответы да и нет как обычно но интернет уже изменил процесс управления уже изменил регуляторные нормы и таким образом мы уже волей-неволей увлечены в этот процесс здесь очень важно посмотреть на передовой опыт и обмениваться им спасибо большое я уже слышал от гражданского сектора ваш ответ да или нет я думаю ответ да но имеются и риски я считаю что если принципы будут возникать как некий общий знаменатель это будет недостаточно я думаю общие принципы это хорошо но нужно обсуждать принципы внедрения здесь еще один риск я думаю что мы согласны с принципами как частной информации и мы говорили об этом что это задача правительства и других участников подотчетность принципов также мы должны сказать что да должны это делать но здесь должны быть серьезные обязательства для того чтобы измерять эту работу и обсуждать прогресс достигнутый да вы скажите да действительно мы должны двигаться в этом направлении я думаю что IGF очень много делает в рамках общего процесса и действительно я думаю мы можем создавать дальнейшие условия этой работы Макс пожалуйста да GNI имеет несколько больше особенность своей работы потому что мы работаем по международной интернационализации это работа в различных секторах ИКТ и действительно мы можем работать в этом плане насколько мы можем работать в этом плане пока мы не готовы подписать какое-то соглашение а я понимаю что идет процесс мы его пока обсуждаем в Тайпане динамическая коалиция ваша будет способствовать этому процессу для того чтобы в конечном счете создать непонятно стациональную платформу да но далее нужно подумать о том каким образом создать вот такой список участников для того чтобы в конечном счете поддерживать информацию поддерживать обмен информацией ну что ж наш выступающий наш репортер который делает докладчик который делает это должен в конечном счете посмотреть на общий результат этой дискуссии пожалуйста председатель закрывайте эту сессию и так сейчас было несколько вопросов которые были подняты и я думаю что атмосфера которая мы сейчас появилась здесь мы можем сейчас взять и принять на вооружение эти принципы управления интернетом остаются многие еще не решенные вопросы особенно вопросы которые касаются именно осуществления вот этих руководящих принципов в каждой отдельно взятой стране и я сам из Индонезии Индонезия естественно очень разнообразная такая страна потому что это тут буквально тысячи островов очень много национальности и так далее поэтому очень трудно взять и провести осуществление каких-то определенных универсальных принципов потому что вот это разнообразие о котором я говорю сейчас и один из коллег уже говорил сегодня что мы должны также принимать во внимание о том как культурная социальная жизнь каждой этнического меньшинства и так далее каждой страны и так далее оказывает влияние на это благодарю всех экспертов благодарю всех участников за то что они принимали участие в этой сессии и вот с этими сейчас своими комментариями я сейчас заканчиваю наши замечания в отношении об принципах управления интернетами я благодарю всех модераторов которые принимают у всех участников я сейчас закрываю эту сессию и передаю свой микрофон секретарь дамы и господа мы сразу перейдем сейчас на следующую сессию и сейчас наши ведущие а вот я не уверен где председатель что и и и